Будет проказано практические занятия по тушению лесного пожара, который угрожает населённому пункту. Такие мастер-классы – это уже приметы весны, но в этом году практическое занятие превратилось в настоящий спектакль. Здесь и макеты домов поставили, причём с жителями внутри, да и вип-места оборудовали в прицепе КАМАЗа, чтобы уж точно всё до мелочей разглядеть. Разворачиваются пожарные подразделения. Сами подожгли, сами потушили. По легенде, загорелся лес. Люди с лопатами первыми кинулись на помощь. С добровольчеством в Липецкой области всё в порядке, говорят чиновники. Такие отряды сейчас есть почти в каждом селе. И это не считая 39 пожарных постов по всему региону. Но главная гордость – это, конечно, лесопожарный центр. С таким оборудованием, как там, можно справиться с любым огнём. Раньше управление лесного хозяйства было всего 7 пожарно-химических станций, ну и, скажем, 10 пожарных машин было у них на вооружении. На данный момент у нас 47 единиц техники. Личного состава 103 человека. Также в этом году по всей области будет курсировать мобильный пункт управления. Из этой машины теперь можно руководить всеми подразделениями, которые выехали на пожар. При этом использовать для переговоров профессиональные рации, а не мобильный телефон. Мы получили разрешение на использование радио-жастот на территории всех лесхозов Липецкой области. И сейчас во всех пунктах диспетчерского управления лесхозов стоят стационарные радиостанции, автомобильные радиостанции. В целом подготовка к пожароопасному сезону руководители региона и главный спасатель области остались довольны. Дело за малым, чтобы на местах усвоили сегодняшний урок. Задача поставлена во всех муниципальных образованиях, во всех сельских поселениях. Естественно провести подобные учения для понимания главами, для понимания населения в первую очередь, что им делать в той или иной ситуации. Уже завтра в Липецке вводится особый противопожарный режим. До конца недели его объявят и в других городах и районах. Патрулирование лесов спасателями начнется уже со следующей недели. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.